Всем привет, меня зовут Артем Бербушин, это мой YouTube канал по инвестициям на фондовом рынке. Я честно не знаю, насколько это видео в реалиях рынка будет актуально, но я вижу комментарии, много комментариев, причем новых в том числе, по поводу выбора брокера. В этом ролике хочу показать, какой брокер у меня, почему я его выбрал и как вообще выбрать брокера новичку. Я так понимаю, на рынок пришло много новичков, которые хотят заработать с текущей рыночной ситуацией. Такие случаи, как сейчас происходит на рынке, бывают раз в 10 лет, этим надо пользоваться. И вот встает у вночков вопрос, какого брокера выбрать. Перед тем, как начнем, сделаю оговорку. Как вы знаете, если не в первый раз попали на мой канал, я использую Тинькофф Инвестиции. Но это не реклама. Брокеров я никогда не рекламировал. Все, что реклама на моем канале, она помечается как реклама, и рекламы у меня на самом деле немного. Если вы подписаны на меня давно, вы это видели. Так вот, Тинькофф Инвестиции это не реклама, я пользуюсь этим брокером, потому что он удобный. И позже расскажу о преимуществах, почему именно я выбрал этого брокера. Сейчас определимся, перед тем, как я расскажу про своего брокера, с тем, какого брокера выбрать новичку и вообще как это сделать. Заходим на сайт Центрального банка. В нашем случае, захожу на Банк Россия. Если вы там в Казахстане живете, заходите на сайт там Казахстанского Центрального банка, если где-то еще. На сайт своего Центрального банка и ищите реестр брокеров лицензированных. То есть, вам нужно открыть счет у брокера, который имеет лицензию. То есть, чтобы вы не занесли деньги мошенникам, чтобы вы не пополнили свой счет и навсегда не распрощались своими деньгами, вам нужно быть уверен, что у брокера есть лицензия. Ну, у любого брокера, если вы на сайт зайдете, есть информация, если у него есть лицензия, есть информация об этой лицензии. но чтобы не искать конкретно, вот нашел брокер и смотришь, есть ли лицензия. Вы можете посмотреть сразу список брокеров, у которых есть лицензия. Заходим в реестр Сбербанка России в нашем случае, о, извиняюсь, Сбербанка говорю, заходим в реестр Центрального банка России. Сейчас, на сегодняшний день, 4 апреля, пункт номер 18, это список брокеров. Все, нажимаем, вам скачивается Excel-файл, таблица, у меня она открыта, в таблице есть информация на сегодняшний день по поводу 281 брокера. 281 брокер, который имеет лицензию, и часть этих брокеров, я так понимаю, счета вам не откроет ни в коем случае, у этих брокеров минимальное требование для открытия счета не позволяют открыть счет рядовому пользователю, но, тем не менее, среди них есть большое количество брокеров, которые работают на широкую публику. Так вот, смотрим, какие брокеры есть, ищем, соответственно, гуглим этих брокеров, смотрим на их сайт, и можем отзыв погуглить и так далее, можете почитать комментарии, в комментариях, я уверен, многие люди будут писать, вот у меня такой-то брокер, какие-то преимущества, вам будет легче определиться. Так вот, самое главное, посмотрите, есть ли лицензия, с лицензией определились, дальше смотрим уже непосредственно на удобство и комиссионные. Многие смотрят на комиссионные, и очень многие действительно спрашивают меня, Артем, а вот почему ты выбрал Тинькофф Инвестиции, у них высокие комиссии. По поводу комиссии сейчас делаю отдельную оговорку и скажу, что я по этому поводу думаю. Давайте сначала посмотрим на комиссионные Тинькофф Инвестиции, какие они в моем именно случае. Комиссия за сделки при минимальном тарифе инвестор. Сейчас посмотрим минимальный тариф инвестор 0,3%. Это не то, чтобы мало, но это не супермного. Я думаю, что плюс-минус у всех брокеров будет примерно такая же цифра, по крайней мере на раннем этапе именно вот с тарифом инвестора. Обслуживание счета абсолютно бесплатно, то есть вы ничего не платите, только 0,3% со сделок. Соответственно, пополнение там бесплатно, но он бесплатно везде. Цены бумаги, базовый перечень, поддержка в чате по телефону, робот-советик, все даже не смотрите, ну в чате по телефону поддержка-то понятна. Она будет всегда и будет везде. Здесь мы смотрим, главное самое это на комиссионные, 0,3% и на стоимость обслуживания счета бесплатно. Для тех, у кого суммы пополнений небольшие, вам будет выгодно использовать Тинькофф Инвестиции, потому как они не берут вообще платы ежемесячные за обслуживание счета. У кого небольшие суммы, у вас там не будет браться там половина от ваших инвестиций. Кто инвестирует там условно 500 рублей в месяц, есть брокеры, которые там берут 250 рублей в месяц за обслуживание, ну соответственно половина. Кто-то берет все 500 рублей в месяц, то есть там вообще все деньги будут ходить на только обслуживание Тинькофф Инвестиции бесплатно. Вы будете платить только 0,3%. От больших сумм, от больших счетов это огромные деньги, потому что вы условно там на миллион рублей покупаете каких-то, допустим, акций. Сколько у вас там? 3000 рублей получается комиссии, да? Если все правильно посчитал. 3000 рублей комиссии сразу со сделки. Это много. Для тех, у кого счета имеют больший порог, для кого 0,3% это много, для них существуют следующие тарифы. Допустим, тариф Трейдер. Обратите внимание, базовая комиссия уже в 6 раз ниже 0,05% она считается. При том, что до закрытия биржи, после того, как оборот за день достиг 200 тысяч рублей, если у вас оборот за день более 200 тысяч рублей, то у вас там еще в 2 раза ниже комиссия. То есть вот здесь вот уже комиссии приемлемо, и они в принципе не ощущаются практически. Но нужно обратить внимание, сколько стоит этот тариф. 290 рублей. Это немного. И нужно посчитать. Я когда-то считал, тут тоже обслуживание, кстати, когда стоило, по-моему, 99 рублей в месяц, сейчас оно бесплатное преимущество для новичков, кстати. Я когда-то считал, что вот этот тариф выгоден для тех, у кого оборот в месяц не более 50 тысяч рублей. У кого 50 тысяч рублей и более, там, по-моему, даже 45, я считал. Вот, у кого более там 45-50 тысяч рублей оборот в месяц, тому выгоднее тариф Трейдера. Как это считать? Ну, смотрите, посчитайте, сколько вы будете тратить на комиссии, если вы условно 50 тысяч рублей инвестируете. Получается, 0,3% от 50 тысяч рублей это сколько? Так, получается, 10%. Очень тяжело считать. С математикой у меня не все так хорошо. Но получается, от 100 тысяч 300 рублей, 150 рублей от 50 тысяч. То есть, 150 рублей вы тратите в месяц, если у вас оборот 50 тысяч рублей. Нет, кстати, при 50 тысячах рублей это все еще выгоднее, чем тариф Трейдер. Если у вас оборот более 100 тысяч рублей, то, соответственно, вы платите уже по этим комиссиям 300 рублей и более в месяц. В этом случае можете перейти на Триф Трейдер, платить 290 в месяц, плюс комиссия у вас будет уже ниже. То есть, вот таким вот образом считается порядок цифры. При том, что если у вас портфель составляет от 2 миллионов рублей, вам этот тариф будет абсолютно бесплатен, и вам не нужно будет платить 290 рублей в месяц. Далее смотрим. Если для вас и вот эти комиссионные тоже довольно высоки, вы можете подключить тариф премиум, где базовая комиссия, там без каких-либо условий вообще, 0,25%. Но стоимость обслуживания этого счета 3000 рублей в месяц. Если 290 в принципе не ощущается почти ни для кого, то 3000 рублей это чья-то ежемесячная сумма пополнений. Поэтому это довольно дорого. И рекомендую я переходить на тариф премиум только если у вас портфель более 3 миллионов рублей. Причем, кстати, будет стоить от тариф 1000 рублей, а не 3000, если портфель от 1 миллиона, что интересно. Так вот, если у вас 3 миллиона рублей и более, не задумывайтесь, переходите на премиум тариф, он будет бесплатный, а комиссия снижена. То есть, вот таким вот образом считается порядок цифр. Это не большие комиссионные абсолютно. Если с маленьких каких-то сумм пополнений вы покупаете ценные бумаги, вы вообще не заметите, что с вас что-то взяли. Там какие-то пару копеек будет в месяц. Это вообще ни о чем. Но вот чем больше сумм пополнений, соответственно, тем больше едят вот эти вот проценты от ваших средств. Причем обратите внимание, что все-таки на 3 премиум есть большие комиссии на сделки с внебиржевыми бумагами и ETF. Ну вот, в частности, я покупаю 4 ETF на дивидендные акции США, я плачу повышенную комиссию, потому что это бумаги, так скажем, из расширенного списка, которые недоступны всем подряд. Только вот ребятам с премиум тарифом и только ребятам, у которых есть там статус квалифицированного инвестора, чтобы его получить, нужно на счету иметь 6 миллионов рублей и более. Вот такие вот моменты. Теперь, напишите в комментариях, пожалуйста, какой брокер, какие комиссионы он берет и напишите, почему вы пользуетесь именно им. Тиньковым я пользуюсь не из-за комиссии. Я на комиссии вообще не смотрел, они, в принципе, плюс-минус везде низкие. Хотя на Сбербанке, там, когда я переходил от Сбербанка к Тинькову, там комиссии были в несколько раз выше, насколько я помню. Я платил действительно больше. По поводу Тинькова, что могу сказать? Самое главное, почему я сюда пришел, это удобное приложение. Есть возможность покупать даже на индивидуальный инвестиционный счет акции американских компаний. То есть, потому что в Сбербанке такой функции не было. В Сбербанке вообще не было функции, когда я уходил, покупки иностранных акций. Когда я уходил из Сбербанка, я ушел потому, что приложение там открывалось через раз. Он, в принципе, не работало почти никогда. У Тинькова это работает идеально. Я перешел сюда только потому, что я могу в любое время открыть приложение. Оно интуитивно понятно. Там все лежит на поверхности, оно работает всегда абсолютно без сбоев. Ну, может быть, какие-то критические моменты и будут, но там будет написано, вот у нас там какие-то проблемы. Система обновится через столько-то. В чате об этом информация мне приходила. То есть, в принципе, работает без сбоев. Работает очень легко и просто, и много полезной информации в самом приложении. Если вы откроете приложение, вы это увидите. Очень приятно глазу приложение и, в принципе, на сайте много функционала. У них есть своя и веб-платформа, и все-все-все, это тоже присутствует. Можно на сайте почитать информацию, скачать. У Сбербанка не было, ну, вообще ничего из того, что мне важно. Их даже в приложении не было всех доступных бумаг даже на российском фондовом рынке. Чтобы открыть весь список, мне надо было куда-то там в разные эти самые категории потыкать, в разные вкладки открыть, потом вернуться обратно на главную страницу. И почему-то на главной странице только после этого появлялись все бумаги. Может быть, это была ошибка, скорее всего, ошибка. Но, в общем, приложению Сбербанка, когда я уходил, я уходил где-то полгода назад, что-то такое, насколько я помню, приложение было просто невозможно использовать. И поэтому я ушел из Сбербанка, я перешел в Тинькофф. Меня все устраивает. И по поводу выбора брокера выбирайте любого. Просто выбирайте любого, посмотрите, насколько у них удобное приложение. Самое главное, в моем понимании, это удобное приложение. Ну, естественно, лицензия, да, естественно, какие-то комиссионные, посмотрите. Но самое главное это приложение. Меня устраивает Тинькофф. По поводу иностранных брокеров. Рекомендуется всем новичкам такой более-менее бюджетный брокер, который работает в России, который работает там на Украине, который работает на странах СНГ, который обслуживает счета ребят со стороны СНГ Interactive Brokers. Это американский брокер, относительно надежный, с страховкой по счетам. И в целом очень большое количество людей, кто хочет открыть счет у иностранного брокера, выбирает Interactive Brokers. Можете, соответственно, посмотреть, погуглить. Там комиссии будут больше, чем в Тинькоффе. Сильно больше. То есть там рублей 600. А, уже доллар. Это вырос там 10 долларов в месяц, да, комиссионная. Это что получается? 760 рублей в месяц комиссия. Насколько я помню, там по базовому тарифу. То есть вот такой порядок цифр будет. И там, конечно, рекомендуется инвестировать уже с каких-то существенных счетов от нескольких тысяч долларов. Начать можно вот типа там Тинькофф или какие-то другие российские брокеры. Напоминаю еще раз, можете почитать комментарии. Я уверен, кто-то напишет о том, почему он выбрал, допустим, брокер ВТБ. Какие преимущества у него. Почему кто-то выбрал там брокер Сбербанк. Какие преимущества у него. Почитайте, выберите. Я никого не призываю. Но если вы захотите открыть счет у Тинькоффа, я оставлю ссылочку в описании. Но это не реклама. Еще раз напоминаю. По поводу брокера. Высказал свое мнение. Высказал информацию. Пишите в комментариях вопросы. На самое популярное, самое интересное. Постараюсь ответить. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.